Детский сад Детский сад Детский сад Расчитывается 32 991 ребёнок. Сколько от и до? Самый маленький сад у нас и самый большой? У нас есть и двухгрупповые дошкольные учреждения, трёхгрупповые, четырёхгрупповые, а также 8-12 групповые. То есть фактически самые большие, 12 групп, это более 300, наверное? В основном, да, более 300, хотя 220-280, насколько рассчитано дошкольное учреждение по нормам. На сегодняшний день, конечно, мы можем говорить о том, что некоторые группы в дошкольных учреждениях перенаполнены. Но если говорить о фактической наполняемости, то ежедневная посещаемость детей составляет 18-20 человек, 22 человека, что соответствует, естественно, нормативам. Скажите, пожалуйста, есть ли очерёдность детства? Ну, как таковая очерёдность решается, ну, каким образом? Во-первых, в городе Донецке работает комплексная программа развития образования города Донецка на 2011-2015 год, которая утверждена Донецким городским советом в 2011 году. То есть открываются новые сады, да? Да, она основана, и вот второй раздел этой программы, это дошкольное образование. Значит, реализовывается она за счёт открытия новых дошкольных учреждений. То есть в городе Донецке строится и в данный момент строится дошкольное учреждение. В Будюновском районе в квартале 288, 111-й детский сад, 8-ми групповые это будет дошкольное учреждение, рассчитано на 150 мест. Также мы открываем дошкольные группы дополнительные в функционирующих дошкольных учреждениях. В этом году в городе Донецке уже создано 160 дополнительных мест. До конца года, 2013 года, мы планируем открыть 465 мест. То есть всего 19 ещё дополнительных дошкольных групп. Тем самым мы решаем вопрос перенаполняемости в том числе. Уже хватает? Нет ли, так сказать, уже активных жалоб родителей, что ребёнок не может попасть, нужно заранее записываться? Вы знаете, таких обращений всё меньше и меньше. Всё меньше и меньше. Всё меньше и меньше, потому что действительно мы на самом деле сейчас уже удовлетворяем потребности населения. И так как у нас необязательное дошкольное образование, ну то есть не так, как в школе, дети не каждый день посещают дошкольное учреждение, а обязательное дошкольное образование для детей 5-летнего возраста. Вот этих детей, такой категории, такого возраста мы всех охватываем дошкольным образованием. То есть они у нас все в дошкольных учреждениях. Если и нет, то по желанию родителей они, возможно, посещают центры развития, вот что не запрещено законом. То есть наши дети должны получать образование при помощи разных видов его, скажем так. Понятно. А сейчас мы вот и посмотрим, какие же вот у нас, как же у нас организован, во-первых, воспитательный процесс в детских садах, и самое главное, как же организовано оздоровление. Пожалуйста, давайте посмотрим. Детский сад «Зиронька» в Буденновском районе работает уже год. Изначально был рассчитан на 180 человек, но принимает 230. Это не сад, а целый оздоровительный комплекс. В саду три медработника, в том числе педиатр. Приходящих после болезни детей контролируют, а для полного выздоровления организовывают ингаляции. В кабинетах для этого есть все. В небулайзер мы делаем ингаляции, различные ингаляции с медикампетозными препаратами и с щелочной ингаляцией. Тобус, кварц, детки приходят с остаточным вилением и направляют деток с хроническими заболеваниями. Закаляются дети во время плавания. Десятиметровый бассейн работает почти каждый день. Малыши плавают здесь трех лет, до 20 минут занятия. Для очищения воды используют новые технологии. Хлора здесь нет, поэтому занятия гипоаллергенны. Делаем его пикпо. Вернулись! Стоп! Вернули! Молодцы! Для профилактики сколиоза – лечебная физкультура. Сейчас упражнения делает младшая группа. Показали мне одну ножку. Прямая. Опустили ножку. А другую покажите мне. Такие комплексы укрепляют мышцы и, кроме того, увлекают малышей, говорят педагоги. Все занятия проходят в игровой форме, поэтому дети воспринимают все это как игру. Для них это интересно и занимательно. Все дети любят играть, веселиться, резвиться. Тем более, что на занятиях по физкультуре разрешается и бегать, и кричать, и прыгать. Кроме физического здоровья, уделяют внимание и психическому. Для гармоничного развития здесь используют комплексы из конструкторов. Например, сейчас малыши собирают ферму. А дети постарше построили комплексы «Семья» и «Аэропорт». Это и развивает мелкую моторику рук и дополняет знания о мире. Мы с ними конструируем дома, разные ситуации обыгрываем. А потом уже с помощью компьютера мы начинаем дальше тоже проигрывать ситуации. Здесь выполнены все санитарные нормы, подчеркивает заведующая. Температура в группах 23 градуса, в спальнях прохладнее 19. Мы, естественно, все проветриваем детский сад при полном отсутствии детей, сквозное проветривание. У нас в каждой группе есть бактерицидная лампа. В то же время функционирует вытяжная вентиляция. Это тоже способствует тому, что воздух не застаивается. Физкульт-минутки, лечебная гимнастика и эстафеты. Так организовано оздоровление в детском саду «Улыбка» в Калининском районе Донецка. Здесь даже пишут книги и статьи о правильном развитии детей. Мы занимаемся и закаливающими мероприятиями. В каждой группе у нас оборудован уголок. Называется пробуждение, когда после сна дети с детьми проводят закаливающие мероприятия. Конечно, это и занятия. Мы работаем по программе «Детина», но в то же время нам хочется разнообразить жизнь детей. Поэтому мы внедрили и экономическое воспитание. В саду «Улыбка» любят эксперименты. Например, для пятилеток есть экономическая группа, где имеется своя валюта. С помощью экспериментов здесь объясняют и как сохранить здоровье, что нужно есть и пить, и как правильно почувствовать свое тело. Мы очень много делаем опытов с телом человека. Вот сейчас мы опыт с водой делали. Для чего нужно? То есть вода нужна всем. И животным, и растениям, и, естественно, человеку. Мы продолжаем. И хочется задать вопрос Дмитрию Георгиевичу. Скажите, пожалуйста, вот недавно, во всяком случае, приняли уже буквально новые нормы о том, что в детских садах, во-первых, должна быть температура не выше 23 градусов, определенная влажность, не должно быть кондиционеров и так далее. Какие сейчас существуют нормы? Вот мы знаем, что действия этих норм пока приостановили. И насколько реально было бы осуществить те, которые новые? Я хочу сказать о том, что приказом министра здравоохранения введены в действие новые санитарные правила для детских дошкольных учреждений. Они начали действовать с 3 сентября этого года. И хотя в средствах массовой информации и прошла, есть такое мнение о том, что их приостановили. Официального приостановки этих правил нет. Официальной приостановки? Официальной приостановки правил этих нет. Поэтому в настоящий момент специалистами государственного санитарного надзора эти правила изучаются. Почему? Потому что есть ряд особенностей. Хотя эти санитарные правила и базируются в основном своем на правилах 85-го года, еще советских, которые были предназначены для детских дошкольных учреждений, там есть определенные изменения, в том числе касающиеся температуры, касающиеся наполняемости групп, касающиеся возможности размещения кондиционеров, увлажнительного воздуха. То есть ничего этого быть не должно? Касающиеся определенных требований к земельным участкам. Но в основном по режимным вопросам, по основным вопросам содержания, обучения, питания детей, эти нормы практически повторяют. Единственное, более широко освещены вопросы бактериологического контроля. По старым санитарным правилам предусмотрен бактериологический контроль, вообще лабораторный контроль в детских дошкольных учреждениях один раз. По новым санитарным правилам оно предусмотрено два раза в год. Значит, поэтому в настоящий момент специалисты изучают, будут внедрять их в действие до решения вопроса. Скажите, пожалуйста, насколько часто проверяете сейчас детские сады? Много ли находите нарушений? Значит, в соответствии с законом Украины, детские дошкольные учреждения государственным санитарным надзором проверяются не чаще одного раза в год. Они отнесены к объектам высокой степени риска. Поэтому за период 2013 года специалистами города Донецка было выполнено 42 плановых обследования детских дошкольных учреждений. То есть 42 из 188. То есть фактически там даже не 25 процентов. Да, и 157 внеплановых обследований. Значит, я хочу сказать о внеплановых обследованиях. Это обследование, которое осуществляется государственным санитарным надзором в рамках реализации закона Украины об инфекционных заболеваниях. То есть при получении экстренной извещения о заболевании ребенка, госпитализации с инфекционным заболеванием, по первичному диагнозу проводится эпидемическое расследование. В том числе, если ребенок организован, то есть посещает детские дошкольные учреждения, то проводится мероприятие санитарной службе в данном учреждении. И проводится внеплановая проверка. Скажите, пожалуйста, были ли какие-то факторы эпидемии или особо опасные инфекционные заболевания? Вы говорите, 157 случаев. Вроде бы как-то такая существенная цифра. Я еще раз сказал, это по первичным диагнозам. Просто по первичным диагнозам? Так предусматривается. Да. После этого, значит, я вам хочу сказать, что период в городе Донецке уже за определенный период массовых заболеваний инфекционных в детских учреждениях не зафиксировано. Значит, по результатам проверок было привлечено к административной ответственности. То есть оштрафовано 38 должностных лиц. 38 должностных лиц. Как правило, нарушения, которые выявляются при проверках, это нарушение сроков прохождения медицинских осмотров сотрудниками детских дошкольных учреждений. Значит, нарушения, предусмотренные законом Украины о качестве безопасности пищевых продуктов. То есть несоблюдение технологий приготовления блюд подтверждены лабораторным контролем. Значит, и нарушения... То есть можно сказать о том, да, что не соблюдается пищевые продукты, насколько это серьезно, да, потому что сейчас услышат родители и скажут, все, медосмотры не прошли, пищевые продукты, не соблюдение технологии. Я вам говорю по поводу 38 случаев, которые были выявлены по всем учреждениям города Донецка. Говорить, будто много это или мало, таких нарушений быть не должно. Но при проверках они выявляются. Да, устраняются, даются соответствующие распоряжения руководителям детских дошкольных учреждений. В этом хотел бы поблагодарить городской отдел образования, который нам помогает в этом. Очень проводит большой ведомственный лабораторный контроль со стороны управления за детскими дошкольными учреждениями. Потому что, ну, сами понимаете, то есть посещение санитарной службой один раз в год учреждения, это, наверное, на данный год мало. Конечно, если руководитель детского сада следит весь год, естественно, может быть что-то... При этом, что в соответствии с законом, за 10 дней руководитель учреждения предупреждается о проведении такого мероприятия. То есть все даже, скажем так, заранее человек предупрежден и так далее. Если вы хотите задать нам вопрос, звоните 0800 50 17 22, задавайте вопросы нашим гостям. Вот скажите, пожалуйста, Инна Алексеевна, влажность 40 60, вернее, от 40 до 60, температура 20 или 19, 23. Где это возможно у нас в Донецке? В городе Донецке во многих дошкольных учреждениях возможно такая температура. Почему? Потому что, во-первых, сейчас заведующие дошкольных учреждения, районные отделы образования, управление образованием горсовета, занимаются вопросом замены окон. Вот, естественно, это сохранение тепла, прежде всего. Вот, и сейчас прошли... Да-да-да, нам в детсаду говорили о том, что окна пластиковые, даже уже когда сад... Очень много дошкольных учреждений именно заменили окна и, естественно, утеплили. Входные, выходы, входы, коридоры, вестибюли. То есть это нам тоже помогает в данном вопросе. То есть наши сады готовы к выполнению новых норм? В данный момент, да. Все дошкольные учреждения подготовлены к отопительному сезону, запустили тепло. То есть сейчас, конечно, вот, наверное, уже по состоянию на понедельник мы уже увидим действительную температуру каждого дошкольного учреждения. А какие условия в целом, можно сказать, в наших детских садах? Нужен ли ремонт зданиям? Сколько им лет? И где, можно сказать, что все соответствует европейским нормам? Конечно, сейчас вы правильно вопрос этот поднимаете, потому что очень многие дошкольные учреждения построены 60-70 лет назад. Естественно, говорить о том, что созданы условия в данных дошкольных учреждениях, они создаются. Они создаются, они реконструируются, производятся ремонты и косметические ремонты, и капитальные ремонты. Что приводится, конечно, в соответствии с действующими сейчас санитарными требованиями и нормами на данный момент 85-го года. Мы стремимся к этому. То есть пока вот... А вот как все организовано в Европе? Вот, допустим, я знаю о том, что в США, к примеру, детских садов нет вовсе. Там все справляются своими силами, лишь только буквально 10 лет назад открыли комнаты при предприятиях для, так сказать, присмотра за детьми. Вот. По сравнению с Европой, как мы выглядим? Ну, я думаю, что мы выглядим, во-первых, достойно. Почему? Потому что у нас работают программы наши, на основании которых мы развиваем и воспитываем детей. Наши ДТН, 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 ВДШКИЛИРОКИВ, ПЭВННЫЙСТАРТ и другие программы. И многие заведующие коллективы, ПЭД-коллективы, конечно, в соответствии с данными программами реализуют все свои задачи, возможности, на перспективу работают. Сейчас очень много современных коллективов, которые участвуют в различных мероприятиях. Дети наши принимают участие в различных конкурсах, различных уровней. Данные два дошкольных учреждения, которые сейчас прозвучали в эфире, вот 141-е дошкольное учреждение, это детский сад этот открыт после реконструкции и капитального ремонта. Ранее он был нефункционирующий и по своим нормативам он соответствовал, это дошкольное учреждение 12-групповое. Так как все же мы должны соответствовать действительно современным требованиям, было принято решение, чтобы это дошкольное учреждение было 10-групповым. Для этого и с целью современности в этом учреждении открыты специализированные кабинеты, там работают узкие специалисты, естественно, для всеобщего развития детей. В детский сад вреден для ребенка до 3-4 лет, считают азиатские ученые. В частности, исследователи Сингапура говорят о том, что дети, находящиеся с родителями в два раза меньше, страдают психическими расстройствами, чем оставлены на попечение воспитателей или нянь. А может быть детский сад вообще не нужен? Или все-таки с какого поводу приходят педагоги, методисты и так далее? Ну, Азия, это понятно, у них другая система, но тем не менее. Вы же понимаете, что психологические особенности ребенка каждого разные, точно, равно как и взрослого человека. Есть дети, которые очень быстро адаптируются в дошкольном учреждении. Не говоря о том, что у нас адаптация идет в дошкольном учреждении ребенка вновь прибывшего в младшую группу или старшую группу, независимо. От 10 дней до 2 месяцев. Некоторые дети, собственно говоря, адаптируются просто моментально. То есть, опять же, это зависит и от условий, в которых воспитывается ребенок дома. Как настраивают ребенка, собственно, для прихода в дошкольное учреждение. Как говорят педагоги, детским садом нужно награждать. Если рассказываешь ребенку о том, что в дошкольном учреждении все хорошо, какая замечательная воспитатель тебя встретит, наверное, ребенок легче адаптируется. Кто по штату положен в детском саду и сколько медработников, я не знаю, кому этот вопрос адресовать должно быть. Вот мы говорили о том, что в некоторых садах действительно 3 медработника, а в некоторых вообще, допустим, медсестра и медиаторы даже не приходят в сады. Это в многокомплектных дошкольных учреждениях. Да, там и 2 медсестры, и 3 медсестры, есть медсестра массажа. То есть, там штатное расписание, конечно, больше. Требуют сотрудников для того, чтобы деткам всем уделить внимание. В малокомплектных дошкольных учреждениях это обычно одна медсестра. Достаточно ли этого? Может быть, как-то... И приходящие, естественно, обязательно врачи. Обязательно. Которые обследуют детей, дают направление в случае, там, может быть, вы продолжаете. Как часто, да. Как часто должен приходить врач, как часто должен обследовать ребенка? Потому что зачастую многие родители говорят о том, что практически не видят дети врача. Ну, вопрос... Федиатра в детских садиках. Наверное, к медицинской службе мне об этом немножко сложно говорить, но я скажу. То есть, и новыми санитарными правилами, и типовыми штатными расписаниями для детских дошкольных учреждений предусматривается ряд должностей, которые должны быть необходимы в детском дошкольном учреждении, а которые могут быть закреплены по участковому принципу. Поэтому в настоящий момент в детских дошкольных учреждениях в обязательном порядке должна быть медицинская сестра. То есть медсестра. Освещением детского учреждения после проводится мониторинг состояния здоровья детей, в том числе и в период обучения, в период поступления и выпуска. Поэтому это регулирует уже управление здравоохранением этим вопросом. То есть, в принципе, должны приходить... Да, но они закреплены, есть, и они должны... Вот, когда приходят на проверку, да, прежде всего, что проверяют, и вот у нас новые нормы, там должен быть термометр, что, какие приборы будете нести с собой, да, вот, чтобы измерять, расскажите. Есть определенная методика проверки. То есть, она положена в определенную форму акта обследования. Фактически, в настоящий момент специалистам государственного санитарного надзора, придя на объект, надо достать утвержденную методику. То есть, акт проверки, план готовый, да, задать вопросы и получить ответы. Лабораторные исследования в настоящий момент делаются до проверки другим юридическим лицом. Ради Донецка это делает Донецкий филиал Донецкого областного лабораторного центра. То есть, там делается... Это тоже подразделение санитарной службы? Это, да, это организация, входящая в сферу управления санитарной службы. Да, но это не подчинено, это другое юридическое лицо. Понятно, отдельное, независимое. Независимое, да. Поэтому это учреждение делает все, весь набор исследований, предусмотренных действующим законодательством и вновь введенным, в том числе, по температуре, влажности, по качеству и безопасности пищевых продуктов. Если это вода бассейнов, то это вода бассейнов. То есть, весь перечень исследований. В настоящий момент эти исследования делаются тоже раз в год. А новыми санитарными правилами они планируются увеличить на 100%. То есть, делать два раза в год. Дважды в год. Да, дважды в год проводить лабораторное обследование. Это не проверка. Это лабораторное обследование. Проверка это не называется? Да, это не проверка. Это лабораторное исследование. То есть, в качестве государственного мониторинга за состоянием детско-подросткового учреждения. Вот мы немножко коснулись-то вода в бассейне. А во скольких садах у нас есть бассейн в Донецке? В городе Донецке в 33 дошкольных учреждениях существуют бассейны. Работают из них сейчас в данный момент 18 бассейнов. Это более 50%. Каждый год один из бассейнов дошкольного учреждения восстанавливается. Вот в частности, то дошкольное учреждение, которым мы открыли, 141-й детский сад, с восстановлением бассейна. До этого мы открывали 370-й детский сад, долго, длительно не функционирующий в Кировском районе. Тоже открыли с новыми системами очищения бассейн. И немножко хочется о перспективах, вот так сказать, посыл в будущее. Что же дальше? Будем еще строить? До конца года, как я уже говорила, мы открываем 19 групп функционирующих в дошкольных учреждениях. Открываем вновь построенное дошкольное учреждение в Буденовском районе. Восьмигрупповый детский сад на 150 мест. Это в районе площади Буденного, да? Да, это 288-й квартал. А также начата реконструкция дошкольного учреждения в микрорайоне Лидевка Кировского района. Это дошкольное учреждение позволит разгрузить рядом находящееся дошкольное учреждение 165-е. Рассчитано на 75 мест. Вот 4 группы. То есть там уже очередь исчезнет, да? Если такая существует, конечно, естественно, много детей, то очередь исчезнет. А рождаемость у нас сейчас увеличивается? Еще не хватает? Нужны еще вот сады? Ну, сейчас сказать, чтобы ненамного увеличивается рождаемость, хотя где-то на тысячу увеличилось по сравнению с прошлым годом. Мне хочется еще заметить, что в городе Донецке, ну, так как достижение, собственно говоря, наше, по поводу чего? Значит, у нас открывается очень много специализированных групп, что, естественно, говорит о том, что мы оздоравливаем детей. И рядом, наряду с развитием детей, наши дети получают комплекс профилактических мероприятий. То есть, что позволяет оздоровлению детей. И закаливание. На сегодняшний день, вот на сентябрь 2013 года, нами было запланировано, я говорила о том, что у нас работает в городе программа развития образования города Донецка. Нами было запланировано открытие семи специализированных групп, мы открыли 11. И мы открыли также 10 санаторных групп. Благодарим наших гостей. И мы вернемся к вам после нескольких минут рекламы. Не переключайте. Это программа «Здравствуйте» на телеканале «Донбасс». Я Аксана Витер. Спасибо, что вы остаетесь с нами. В Донецке, в районе Калининского исполкома, открылся современный медицинский центр «Медифаст». Высококвалифицированные специалисты окажут помощь. Итак, мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях Татьяна Петровна Михайличенко, заведующая Донецкого детского сада «Улыбка» и Ольга Розенберг, педиатр. Итак, Татьяна Петровна, скажите, пожалуйста, вот продолжим разговор о наших нормах, раз мы уже начали о них рассказывать. Насколько сложно будет детсадам выполнять эти нормы, несмотря на то, что, конечно, усилия, мы видим, прикладываются? Ну, я хотела бы сказать, что ненамного изменены эти нормы, и я думаю, те детские сады, которые уже функционируют, эти нормы будут приемлемы для выполнения. Но для этого нужно время, конечно. Хотя основная база и основной смысл этих норм остался, по-моему, прежним. Время на что? Что будете корректировать? Ну, корректировка может быть по озеленению, так как новые нормы предусматривают большее озеленение 20 квадратных метров на одного ребенка. А пока? Ну, а пока та территория, которая закреплена за детским садом, она все равно озеленена, и мы обязаны ее озеленять, и дети должны находиться в тени в летнее время, поэтому будем работать дальше по озеленению. Тем более, да, вам уже 18 лет, у вас, наверное, в сене деревья очень много. У нас кустарники, деревья, клумбы, мы этим занимаемся, это наша работа, и мы будем продолжать эту работу дальше. В Финляндии в декретный отпуск уходят не только мамы, но и папы. В этой стране существует законный запрет на телесное наказание детей. В Германии детские сады похожи на игровые клубы для общения со сверстниками. Те мамы, которые не работают, ходят в садик вместе со своими малышами, а француженки выходят на работу уже через месяц после родов, оставляя своих малышей с нянями. А в школу детей отправляют не по возрасту, как в других странах Европы, а по уровню его общительности и возможности адаптироваться в новом коллективе. Скажите, пожалуйста, когда же, вообще, с какой страной наиболее схожа наша система образования, есть ли у нас, так сказать, общие тенденции? И когда же оптимально, по вашему мнению, отправлять ребенка в детский сад? Ну, по моему мнению, уже много лет проработав с детьми, я считаю, что самый оптимальный возраст – это два года. Это ясельная группа, ребенок быстрее адаптируется, потому что он видит в каждом воспитателе свою маму, он может посидеть на ручках, его можно пожалеть, приголубить, и ребенок очень быстро к этому привыкает. Дети, которые приходят три года, конечно, им сложнее немножко, у них уже страх какой-то, они боятся потерять маму, все время спрашивают, придет ли забирать мама, поэтому я всегда рекомендую в два года, год и восемь, год и десять. У нас были случаи, когда год и четыре приводили ребенка. Как же вы справлялись? Ну, справлялись, это наша работа. Мы справлялись и с удовольствием справляемся, потому что дети – это самое замечательное, что у нас есть. Да, вот для психики ребенка адаптироваться хорошо в два года, а для здоровья тоже вот около того? Для здоровья, да, рекомендуется, ну, до полутора лет, конечно же, лучше, чтобы ребенок находился рядом со своей мамой. Это и в плане и психологическом развитии ребенка, и в плане становления иммунитета. До полутора лет, к сожалению, детский организм не способен нормально, быстро адаптироваться к новым условиям. Поэтому, ну, в возрасте полутора лет можно отдавать в детский сад. Скажите, пожалуйста, вот всем известная формула, да, и тем более сейчас осень, пошел в детский сад ребенок, два дня в детском саду, три недели дома. Как этого избежать? Вот расскажите сначала Ольге, а потом вот Этина Петровна спросим. Избежать этого не получится, и не нужно к этому стремиться. Ребенок приходит в коллектив, он встречается с множеством вирусов, с множеством новых вирусов для него. Поэтому это нормальная реакция организма, не нужно этого пугаться. Нужно быть к этому готовым прежде всего родителям. Не нужно винить кого-то, ребенка в его плохом иммунитете, или, например, какой-то плохой детский сад, воспитатель, не так одел, тепло, или наоборот, слишком холодно. Приучайте своих детей готовиться к детскому саду еще заранее. Вы знаете, буквально за полгода, за месяц, даже хотя бы за три месяца, вы знаете, что ваш ребенок будет в скорости посещать дошкольное учреждение. Старайтесь заводить новых друзей, общаться в детских коллективах, ходите в гости, ходите в какие-то центры детские, для того, чтобы ребенок заранее уже был готов к встрече с другими людьми. С другими детьми. У нас есть телефонный звоночек. Пожалуйста, добрый вечер, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из Донецка. Ну, сразу хочу поздравить всех работников дошкольного образования с наступающей день учителя, потому что я считаю, что и учителя, и педагоги, и дошкольники, это коллеги в любом случае, и поэтому поздравляю. И в связи с этим, не знаю, вопрос может быть все-таки в тему, хотя звучит он таким образом. Каким образом связано оздоровление детей в детском саду, и связано ли вообще, тесно или не тесно, как вы мне подскажете, с питанием, с меню, которое предоставляется в детском саду для питания детей, есть ли там фрукты, овощи, соки какие-то, или какие-то диетические блюда, которые, естественно, принесут пользу питанию детей, вернее, пользу здоровью детей. В отличие от жареных продуктов, которые, естественно, есть в доме в каждом, у каждой мамы, и так далее, и тому подобное. Выпечка, булочки, и все такое прочее. Спасибо большое. Пожалуйста. Питание уже является диетическим. Уже диетическим заранее. Вот на какую сумму питаются дети, если уже мы затронули это? 4 гривна гостарства, 4 гривна родителей? Пока да, но сейчас решается вопрос о том, что будет повышаться эта сумма и со стороны исполкомов, которые будут повышать, и со стороны родителей. Да, да, да. Мне просто хотелось спросить, как же на 8 гривен ребенка прокормить? Вы знаете, нормально. Нормально. Нормально, да. У нас центровой завоз, и творог дети получают, и мясо у нас есть, и овощи, трехразовое питание, молоко. Все нормально. То есть недостатка, в принципе, не испытываете? Нет. Ну, было бы хорошо, если бы увеличили, да, в принципе? Ну, конечно, было бы хорошо, но ценовая политика, вы же понимаете, что увеличивается цена за питание, и также увеличиваются цены на продукты питания. Поэтому будем исходить из этого тоже. Вы уже довольно долго, да, больше 10 лет руководитель детского сада. 18. 18 лет. Это в этом саду. Даже не верится. Отличаются ли, скажите, пожалуйста, нормы, допустим, питания, или вообще ситуация в детских садах, вот в советское время и сегодня? Ну, я не могу сказать, что очень, там, существенно отличаются. Я хочу сказать, что сейчас и горы сполкомы, и районные сполкомы уделяют очень большое внимание, и мне именно вот в последнее время уделяется большое внимание дошкольному образованию, и детским садам проводятся и ремонты, и питание тоже регулируется. Поэтому я считаю, что мы идем на уровне, но хочется, конечно, больше еще пойти вперед. Еще немного вперед. Скажите, пожалуйста, вот Ольга уже начала, как же готовить ребенка к детскому саду, по мнению педагогов? Ну, я считаю, что Ольга вполне правильно сказала, что нужно заранее готовить родителей, для того, чтобы они настраивали сами себя к тому, что ребенок пойдет в детский сад, не боялись этого, шли спокойно и отдавали ребенка спокойно. Иногда бывают такие случаи, когда ребенка приводит, и он спокойно адаптируется в детском саду, а мама плачет под окнами. Поэтому нужно прежде всего родителям настроиться на то, что их ребенок пойдет в детский сад, и, конечно же, при ребенке говорить только о хорошей детском саде. Если эти вопросы начинают возникать у родителей, обсуждаться в процессе с ребенком, то, конечно, у ребенка, хотя он может и не слышать это, но все равно он это чувствует, и у него уже появляется какое-то отторжение. Но адаптационный период от 10 дней и до месяца бывает, к этому надо привыкнуть, поэтому нужно постепенно, по пару часиков, для того, чтобы ребенок нормально себя чувствовал. Он тогда не замечает, что он без мамы. А когда оставляется ребенок сразу в первый день, на целый день, конечно, для него это тяжело, для него это стресс, и поэтому адаптационный период может затянуться. То есть лучше, так сказать, постепенно все... Да, поэтому я всегда мамам говорю, чтобы вы имели в запасе при поступлении в детский сад хотя бы месяц, для того, чтобы ребенок смог нормально адаптироваться, и потом уже пойдет в детский сад спокойно. Скажите, пожалуйста, вот понятно, что дети часто болеют, идут в детский сад. А если, понятно, что это минус, да, и мама на больничном, а есть ли плюсы от этого? Есть, конечно, плюсы от того, что ребенок часто, не часто болеет, а постепенно встречается опять с теми же вирусами. Чем больше он встретится с этими вирусами, тем менее потом будет ребенок болеть уже в школе, потому что легче всегда пропустить садик. А когда ребенок уже будет ходить в школу, тогда уже это будет более болезненное пропуск занятий, да, то есть если в садик не ходил, те же инфекции встретят в школе, несмотря на возраст. Конечно, они, безусловно, никуда от них ребенок не денется, поэтому дети должны посещать сады для того, чтобы адаптироваться к условиям. А как же оздоравливать детей в детсадах? Вот закаливающие процедуры, насколько они нужны и дома, и в детском саду? Закаливающие процедуры – это вообще основа здоровья ребенка. Я знаю, я хочу сказать, в нашем дошкольном учреждении приоритетным направлением нашей работы является, прежде всего, лечебно-профилактическая работа. У нас создан план мероприятий лечебно-профилактических, которые направлены на оздоровление ребенка. Это и закладывание к солиновой мази в период гриппозных всех карантинов, это и полоскание горла шалфеем, это и настой шиповника дети принимают, и литеракок, и хиноцею. Все это расписано с сентября по май месяц и дает, конечно, существенные результаты. Также у нас в каждой группе есть уголки здоровья, как мы их называем, где дети, гимнастика, пробуждение, закаливающие мероприятия после сна, ну и, конечно же, спортивная гимнастика утренняя, обязательно физкультурные занятия. В дошкольном учреждении функционируют три группы профилактики и лечения опорно-двигательного аппарата, две группы логопедически специализированы. У нас есть массаж, массажный кабинет, медсестра по массажу, медсестра лечебной физкультуры, которая занимается с этими детьми. Это, конечно, дает положительный результат. Скажите, пожалуйста, вот если, когда ребенку не стоит идти в детский сад, вот явные противопоказания? Есть абсолютные противопоказания к посещению детского сада. Это острые инфекционные заболевания, кожные и заразные заболевания. Ну это вот два основных противопоказания. Есть ли случаи, когда приходится отказывать? Хотят родители, но невозможно принимать? Есть, конечно. Не всегда родители относятся к этому с пониманием и серьезно. Приводят детей заболевших или после болезни, которые не прошли еще период выздоровления. Мы не отказываем, мы не имеем права, мы не диагносты, мы не врачи. Мы предлагаем и, конечно же, просим родителей не приводить. И часто, конечно, на родительских собраниях звучит один и тот же вопрос от родителей. Как же решить вопрос с заболевшими детьми, которые посещают детский сад? Ну, мы боремся вместе с родителями, с родительской общественностью. Мы боремся с такими родителями, которые не совсем понимают, какие бывают последствия. А вообще какая тенденция? Много ли родителей работают? Часто ли приводят больных? Чаще сейчас, чем раньше? Нет. В нашем дошкольном учреждении нет. У нас эти случаи единичные, но бывают. Сказать, что это так массово, я не могу сказать. Но единичные случаи есть, когда приходится уговаривать маму пойти на больничный и пролечить ребенка до конца. Не давать просто лекарства, температуры и приводить в детский сад, а просто пролечить уже ребенка до полного выздоровления. Насколько это вредно для самого ребенка и для окружающих, когда приводят с каплями в нос, с лекарствами от кашля вместе? Безусловно, это вредно прежде всего для самого заболевшего ребенка. Об этом должны помнить мамы. Мама во время болезни ребенка должна все-таки быть с ним рядом. Оставить работу, оставить все дела и заниматься ребенком. Выполнять назначенное лечение врачом. Хорошо, но не совсем реально всегда. Не совсем реально, но тем не менее, дети, это, по-моему, самое главное, что есть в жизни мам. Поэтому работа, для работы есть папа, есть бабушки, дедушки. В конце концов, можно попросить няню, кого угодно. Но ребенок должен быть при остром заболевании, инфекционном, находиться дома под контролем врача и мамы. И второе условие, это, конечно же, опасно для окружающих детей. Мамы всегда все возмущаются, почему другая мама привела и заразила моего ребенка. Поэтому давайте будем думать и о своем ребенке, это прежде всего, но и о окружающих детях, о коллективе, о том же воспитателе, который должен кашлять. Еще кашляет ребенок, еще кашляет, можно вести уже или нет? Если для этого должен быть обязательно осмотр педиатра, врача. Если ребенок кашляет и при этом уже это оставшиеся, остаточные явления после респираторной вирусной инфекции, нет температуры, ребенок чувствует себя нормально, активный. Но остаточные явления кашляет. Бояться не следует, да, есть справка и все. Есть еще кашель аллергический, который присутствует, поэтому тоже нужно. Для этого должен быть обязательно осмотр врача, и справка, которая выдается. Какой распорядок дня должен быть в детском саду, вот он насколько воплощается, в чем разница между младшей группой и старшей уже, так сказать? У нас разница только в обед, завтрак и ужин, только разное время получения и разное время приема пищи. А так, в принципе, у нас детский сад работает с 7 утра до 7 вечера, и сон одинаково. Ну, ясельная группа, младшая немножечко раньше ложится, а старшие, средние чуть-чуть попозже. Встают одинаково в 3 часа, в 15.00. Сколько спят всего? Ну, получается 2 часа. 2 часа спят? То есть, а как вот нужно ли придерживаться этого распорядка дома? В выходные дни, в праздники зачастую нарушается распорядок, и вообще у нас не секрет, что дети до 12 часов у нас могут вместе с родителями ночи, так сказать, гулять, а потом с утра вставать в детский сад? Распорядок дня должен быть еще предусмотрен до того, как ребенок пойдет в детский сад. За пару месяцев мама должна объяснить, что вот сейчас пришло время завтракать, потом мы идем гулять, сейчас тихий час, то есть максимально приближенно сделать режим дня похожий на детский сад. Точно так же мама должна обязательно поделисоваться меню, которое в детском саду, и пытаться готовить похожие блюда, чтобы потом не было проблем в еде ребенка в детском саду. То есть фактически нужно, так сказать, следовать тому, чтобы ребенок не обрежал резкого перехода, сводить ребенок в детский сад, показать, здесь детки гуляют. Максимально положительно объяснить ребенку, что сад это хорошо, это весело, это прекрасно. Никогда в присутствии ребенка не обсуждать там что-то, мало ли что-то не понравилось, воспитатель не такой, или какие-то условия. Всегда это должно быть наедине с папой, для того, чтобы ребенок не получал вот этих отрицательных эмоций. Он должен туда идти как на праздник. Объясните, что вот, что очень повезло, что очень тяжело устроиться в детский сад, что вот ты у нас вот такой, мы постарались, и мы идем с удовольствием. Ребенок поймет, да? Конечно. А мы еще также сообщаем, что в Донецке, в районе Калининского исполкома, открылся современный медицинский центр МедиФАС, высококвалифицированные специалисты окажут помощь. Ну и так, немножко мелочи, такие мелочи необходимые. Скажите, пожалуйста, вот пришел ребенок в детский сад, да, температура в группах примерно какая, вот мы уже упоминали, но тем не менее, где-то какая? От 18 до 20, 22 градусов, в зависимости от того, какая температура на улице. Не холодно это? Не холодно, это нормальная температура. Вот дети там моют руки, умываются. Температура воды, есть ли горячая должна быть или теплая? Горячая, холодная обязательно, предусмотрены умывальники, в которых сифон на два вида воды, холодная и горячая водичка. А вот вы говорили о том, что есть медсестра массажа, а есть ли какие-то специальные упражнения для дыхания, вот, может быть, для осанки и так далее? Есть дыхательная гимнастика, но это проводят воспитатели, послеобеденное время они проводят эту гимнастику. Медсестра по массажу, она делает только массаж. А вот вы говорили о том, что нужно там максимально подготовить ребенка к детскому саду, уже говорила Татьяна Петровна об укреплении иммунитета. Как все-таки нужно вот укреплять иммунитет в детском саду, чтобы ребенок не болел? Что делать, если ребенок ходит уже второй год, третий год, как у нас часто? Ну, бывает такое, есть дети, которые не болеют, но очень многие болеют, и все болеют, и болеют, родители ничего не могут с этим поделать. Ну, прежде всего, наверное, не зря создан закон о температуре и влажности в детском саду, что это очень важно. И максимально нужно придерживаться таких же норм и дома. Даже не так страшен холод, как страшен жаркий и сухой воздух для организма ребенка. Перегревшийся потный ребенок болеет чаще, однозначно чаще, чем другие. Поэтому родители старайтесь не теплить, не создавать тепличные условия дома. Одевать всегда по погоде. Лучше дать воспитателю лишнюю кофту, куртку, шапку, на всякий случай, если будет холодно, тогда одеть. Ну, не нужно в 22 градуса одевать шапки, куртки и вести, и думать, что лучше пусть он не замерзнет. Перегрев – это всегда опасно для ребенка. Вести нормальный образ жизни, не создавать тепличное растение. То есть закаливать нужно, да? Закаливать нужно обязательно, да. Это даже, наверное, не закаливание, это нормальный образ жизни, который должен соблюдаться еще с самого рождения ребенка. Но очень многие родители, это тоже не секрет сейчас, абсолютно никого никто не закаливает, даже если ребенок болеет. Все равно, одевают максимальное количество шапок, холодной водой никто не обливает, разумеется. Что им можно посоветовать, скажите, пожалуйста? Что им можно посоветовать? Бояться. Как перебороть свой страх перед холодной водой? Ну, нужно обязательно общаться со своим педиатром, который будет давать рекомендации периодически ходить к нему на прием, прислушиваться, прислушиваться к мнению педиатра, не бояться переохлаждения. Ну, есть такие упражнения, никогда не давать ребенку теплую воду, не греть. То есть мы вот, есть комнатной температуры вода, вот нужно ее пить, не нужно ничего подогревать, ни компота, ничего. Есть такой метод, кубики льда мы можем рассасывать там по утрам, по одному кубику льда через день, потом мы переходим на каждый день. Или маленькими глотками холодная вода. Это нужно делать постепенно, под наблюдением педиатра, вне обострения инфекции, если есть у ребенка хронические заболевания. Но это нужно делать еще с самых малых лет, до того, как ребенок начнет посещать детский коллектив. Тогда будет от этого толк, эффект. А если часто болеет, да, то во время болезни, конечно, закаливание лучше не начинать. Во время болезни, конечно, не нужно начинать, да. Если ребенок часто болеет, не так страшна частота заболеваний, как их тяжесть. Поэтому опять мы возвращаемся к тому вопросу, что в острый инфекционный процесс ребенок должен находиться дома и получать полное лечение. Тогда мы можем избежать осложнений заболеваний, длительных затяжных инфекций. Вот ребенок, допустим, заболел, да, когда же нужно обращаться к врачу? Ну, буквально там легкое заболевание, да, там насморк и, может быть, каша небольшая или красное горло. Обязательно нужно идти к педиатру? Обязательно нужно идти к педиатру, да, потому что только врач может установить диагноз. То ли это респираторная обычная вирусная инфекция, а может быть, это какое-то аллергическое респираторное заболевание, а может быть, это уже начало более серьезного заболевания. Только комплексное обследование врача может подтвердить, можете ли вы посещать детский коллектив или, может быть, все-таки остаться дома и начать уже комплексное лечение. А вот я уже задавала такой вопрос, интересно, что действительно лет буквально там 7 назад воспитатели говорили о том, что родители все меньше и меньше уделяют внимания детям. Что очень много родителей работают и по сравнению с советскими временами, ну, невозможно заставить там. Как сейчас с этим обстоят дела? Улучшилось? Может быть, мамы, кто сидит дома, не работает в домохозяйке? Ну, сказать, что родители не уделяют внимания, это, считаю, парадокс. Меньше, меньше уделяют внимания. Меньше внимания. Ну, судя по нашим родителям, у нас все родители уделяют достаточно внимания. Много мам, которые не работают пока детям, там, до 3 лет или с 3 до 5 лет, они находятся с детьми. Они все время уделяют внимание и следят за здоровьем детей. Есть, конечно, родители, которые работают, многодетные семьи, которым приходится работать. Но то, что меньше стали уделять, я не могу сказать. То есть, в принципе, наоборот, может быть, увеличивается количество внимания, которое уделят детям. Любопытный детский сад открылся в Тайджуне, на Тайване. Дети от 3 до 6 лет носят камуфляжную форму и занимаются комплексом упражнений, скопированным с комплексом морских пехотинцев. Скажите, пожалуйста, а какие эксперименты, в принципе, сад такой экспериментальный проводится, и как воспринимают их дети? У нас неэкспериментальный, у нас обычный детский сад, просто мы уже отходим, не то что отходим, мы работаем по программе, но хочется разнообразить жизнь детей. Поэтому мы внедрили, у нас есть авторская программа по экономике. Это очень интересно для детей, для их воспитания, для того, чтобы привить им какие-то определенные навыки дальнейшего пребывания в социуме. Это правовая группа, и есть у нас логика математическая, опытная, экспериментальная, где дети ставят опыты. Им это очень нравится, они с удовольствием проводят эти опыты, следят за этими опытами. Ну и, конечно, экономическая группа, которая уже сейчас обучает детей, и они владеют такими терминами, как банк, банкомат, кредит, производственная сфера, непроизводственные ресурсы. И, конечно же, для них это интересно. Многие родители иногда так скептически к этому относились, но сейчас все поняли, что для ребенка это тоже очень важно, для того, чтобы он мог ориентироваться и в социуме себя чувствовать полноценным человеком. А вообще меняются ли дети во времени? Меняются. Как изменились? Ну, они стали более прогрессивные, более современные, более раскованные дети. И возраст, если раньше семилетки для нас были такие уже большие дети, то сейчас дети старшей группы почти заменили по возрасту детей старшей группы. Фактически то, что в школу идут шесть, а дети раньше взрослеют. Да, прошла такая вот. Вот еще хотелось бы уточнить относительно эпидемии, вот опасения родителей. Говорят о том часто, что вот если эпидемия, допустим, гриппа, да, идет, которая будет в ноябре или там январе дальше, то ребенок больше шансов умеет заболеть в детском саду, чем, к примеру, если он сидит дома. Ну, конечно, да. Наверное, в детском саду больше людей, большой коллектив может заболеть. Но точно так же, если ребенок будет сидеть дома, есть папа, который может принести с работы тот же вирус, да, мы ходим, посещаем магазины, аптеки с детьми, чего делать не стоит, ни в коем случае в период эпидемии. Буквально ожидается скорая эпидемия гриппа. А вот мне уже подсказывают, что есть у нас результаты интерактивного голосования. Вопрос звучал так, оздоравливается ли ребенок в детском саду. Значит, результаты следующие. Вот, оздоравливается 142 и не оздоравливается 237. Почему происходит так? Вот быстренько, коротко обсудим. Это мнение родителей, это так считается. Да, разумеется, конечно, вряд ли это специалисты голосовали. В детском саду только болеют дети, но и оздоравливаются тоже, потому что те мероприятия, которые мы проводим, и те методы, которые мы применяем, они тоже способствуют и оздоровлению, или поддержанию здоровья ребенка на том уровне, на котором необходимо для посещения детского сада. Что делать, чтобы оздоравливался? Почему такое мнение у нас складывается? Ну, прежде всего, это многое еда, говорит. Да, человек – существо общественное. Тем более, ребенок, которому нужно общаться, он должен учиться с самых ранних лет общаться с другими детьми, входить в социальное общество. Поэтому эмоциональное, нормальное общение, которое приносит ребенку удовольствие, оно и будет поддерживать ваше физическое здоровье. То есть вы рекомендуете детский сад и не бояться детского сада. Мне подсказывают, что наше время уже подходит к концу. Желаем вам хороших выходных. Спасибо нашим гостям. До встречи. Продолжение следует...